С момента трагедии в Зимней Вишне прошло уже 4 месяца. За это время не только в Бурятии, но и по всей России проверили практически все торговые центры на предмет безопасности. Проверку проводили как сотрудники МЧС, так и общественники и просто неравнодушные люди. Тогда все поручились, недосчеты устранят. И вот сейчас мы решили проверить, стало ли безопаснее в торговых центрах или все вернулось на круги своя. Обязательное наличие огнетушителя, плана эвакуации, аварийного выхода, пожарных извещателей – это только минимальный, самый базовый перечень требований ко всем общественным местам. Пионер считается одним из самых крупных торговых центров города. Здесь не только множество магазинов и кинотеатр, но и детская зона, которая, кстати говоря, находится на втором этаже. Такое расположение детской зоны допустимо, но не рекомендуется. Здесь дети катаются на электромобилях, на лошадках, проводят время на игровых автоматах, пока родители ходят по магазинам, в случае чего отсюда запросто можно самостоятельно выйти. Указательные таблички здесь есть, поэтому в случае задымления мы знаем, куда бежать. И хочу отметить, что здесь убрали баннер, который мешал движению. Теперь проход свободный, и мы можем спускаться. Вот мы и спустились к выходу. Хочу отметить, что когда мы проверяли в прошлый раз, дверь была закрыта, и защелка была наверху. Ребенок бы не дотянулся. Как мы видим, наши замечания учли. Сейчас защелка внизу, и дверь открыта. Если с детской зоной на втором этаже все понятно, то как быть с парком Тринити? Он находится на третьем этаже. И в этом случае это уже грубейшая ошибка. Четыре месяца назад, во время нашей проверки, руководство обещало решить эту проблему. Мы будем уже закругляться. Это будет очень проблематично, потому что некоторые зоны нарисованы у нас. И, соответственно, скажут, что будем переезжать на второй этаж, либо в другом пионере. Будем искать, по крайней мере. Спустя столько времени ВОЗ и ныне там. Мы прошлись по всему торговому центру. Практически везде запасные выходы открыты. Огнетушители на месте, планы эвакуации висят. Однако ящики с пожарным шлангом подвели. Нам нигде не удалось найти ключей от них. Меж тем, по правилам, ключ должен висеть внутри дверцы. Следующий торговый центр, который мы проверим, это Еврозона. Здание многоуровневое. Здесь также есть и магазины, и кинотеатры, и кафе семейного питания, куда в основном приходят дети. Посмотрим, как здесь соблюдаются правила противопожарной безопасности. Третий этаж. Здесь фудкорт и пять кинозалов, в каждом из которых есть выход на улицу. К слову, закрыть дверь можно только изнутри кинозала. Из самого ТРЦ можно выйти четырьмя путями. Все двери открыты. Впрочем, ничего удивительного. Здесь изменений нет. Предписание Еврозоне вынесли за другие недочеты. Детская зона здесь находилась на четвертом этаже. В Оранжевой корове, в семейно-развлекательном центре, детской зоны у нас нет. Она закрыта. Не работает. Никаких развлечений детских площадок, детских игровых зон на данной территории не находится. Изменения также коснулись и цокольного этажа. По предписанию, торговому центру необходимо было в срочном порядке закрыть ХОПС, который работал до самого утра. Теперь на этом месте магазин. Здесь также поменяли двери и добавили аварийные светильники. Однако это не все изменения. Срок предписания прокуратуры закончится только в ноябре. До этого времени руководство Еврозоны обязуется устранить все остальные недочеты. Остальные торговые центры мы проверим в ближайшее время. Просим сообщать нам обо всех нарушениях в общественных местах. Об итогах этой проверки судите сами. И не забывайте учить правила поведения при пожаре. Мариам Восконян, Федор Моденов, телекомпания АТВ.